Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, работы скульпторов. Сегодня у нас Виторик Карпаччо, приезд английских послов в Британию. 1495 год, холст-масло 278 на 589. Первая работа цикла о Святой Урсуле посвящена прибытию английских послов ко двору правителя Британии Мауруса, чтобы просить руки его дочери для королевича канона. В правой части работы, отгороженной архитектурной конструкцией, изображен король-отец, держащий совет с будущей невестой. В золотой легенде говорится о сомнениях отца по поводу того, что принцессу предстоит выдать замуж за язычника, однако пренебречь столь мощным союзников, как Англия, он посчитал невозможным. Урсула же согласилась принять предложение лишь при соблюдении условий. На картине она перечисляет их, загибает пальцы, попросив снарядить корабль для паломничества в Рим со свитой из десяти действенниц, каждая из которых, в свою очередь, должна быть сопровождена еще тысячей действенниц. Принц же должен был принять христианство. Архитектурная декорация, в которой развивается сцена, выстроена на фоне площади. За ней виднеется водная поверхность, корабль, город с компанилами колокольными и крепостными строениями. Восьмиугольный храм напоминает о поисках ренессансными зодчими идеальных пропорций, перспективных студиях, популярных в этот период как у архитекторов, так и у художников, и о восьмигранной сении в храме гроба Господня. Карпаччи словно приглашает зрителя присоединиться к действию. Творим он на полотне, открывая ворота ограждающей решетки. Создавая иллюзию присутствия, он сознательно нарушает границу первого плана сцены и выносит словно за рампу в зал не только декоративную круглую колонну, но и фигуры второстепенных персонажей. Пожилой женщина, сидящий на ступенях, и мужчины в красном одеянии в крайнем левом углу. Вырезанный кусок полотна внизу соответствовал дверному проему в реальном интерьере, где находился этот цикл. Ну вот такое описание я нашел в интернете к работе Витория Карпаччо, приезда английских послов Британии. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.